Загляни в лавкорпагдон.ком, закажи услугу Black Desert Online и зарядись! Ссылка под видео! Всем привет! Вы на канале Вульфия Нитрич и сегодня мы играем в Black Desert. Ссылку на игру ты найдешь в описании к видео. Вчерашние обновления начались для нас хэллоуинским настроением. Был запущен очень странный хэллоуин, а также были разосланы призы за марафон дары Эллен. Помнишь, мы выполняли разного рода задания? Нафармить серебро, скрестить лошадок, наварить пиво. В общем, куча-куча задач была поставлена для всех игроков на сервере Free2Play и, к сожалению, мы не все выполнили, но подарки разосланы на почту. Если ты не понял, что это, то теперь ты знаешь. Завершен ивент Днеопричника. Это ивент, в котором нам в достижениях выдавали каждый день по золотому сундуку. Уже вчера на стриме, кстати, каждое хорошее обновление я запускаю стрим, на котором мы разбираем все по пунктикам по обновлению. Подпишись и не пропускай. Так вот, вчера я открыла все сундучки и на удивление по дропу мне повезло. Другим же ребятам повезло меньше, им насыпало кучу камней крон, то есть тут, конечно же, рандом, как обычно. Удалили пиво, которое мы по предыдущему ивенту сдавали, если ты до сих пор не сдал. Ну что ж, мой друг, можешь удалять, больше ты эти сертификаты никуда не применишь. Ну и запустили скидки у ночного торговца. На такие предметы, как кзарка, нубер, кутум, в общем, пхеги, масканы, все абсолютно может тебе выпасть по скидке в 50%. Самое время походить к ночному, если раньше ты сливал энергию куда-то в другое место. Ну и давай разберемся с этим странным Хэллоуином. Он действительно странный, ведь по заданию, в первую очередь, основное, самое вкусное задание, нам нужно убить черную ведьму по просьбе белой королевы. В чем сама странность? В том, что за целый день, первый день после обновления, практически никто эту ведьму не видел. И только на следующий день, 19 числа, ближе к 4.30, ведьма прокричала. Практически на всех серверах была паника, было много людей, и именно тогда пригодилась галочка скрывать других персонажей. Она очень выручила, учитывая сколько желающих прискакала на сервер. Арбаленос 1 даже упал на какое-то время. В общем-то, суть задания простая. Мы приходим в ферму Алехандра. Вот здесь, вот справа, если обойти домик, стоит наша королева. Берем у нее задание и отправляемся на ферму Коста. Здесь появится ведьма. Как мировой босс, она издаст крик на весь мир. Если убить ведьму, можно получить в дропе брошь. Это то, что нам нужно по квесту. Мы относим Белой Королеве, которая в награду нам дает Ярость Леса. Ну и заостренные куски на броню и оружие. Ярость Леса это итем, которым мы апгрейдим до последнего уровня Камни Инкрустации. Видео Нитрич недавно делал, в описании я оставлю его. Также с ведьмы можно получить обрывок воспоминаний, печати охотника, черный камень брони и оружия от 3 до 5 штучек, немного серебра, хэллоуинское печенье. Это печенье восстанавливает 10 энергии с откатом в 5 секунд. Коробка с подарками Хэллоуина. Здесь у нас разные украшения, типа маски чучела, рожки, мноморник. И хэллоуинская коробка конфет. Что с конфетами, я не знаю. Знакомые никто не выбил. Также каждый день с 19 октября за день игры можно получить 5 хэллоуинских монет. Эти монеты меняются у нас, как видишь, 10 штучек на 10 камней крон, 20 на 6 заточек для оружия 16+, 30 штук на совет Валкса и 50 на сундук аксессуара. Тот ли это сундук, который нам выдают каждый месяц, в котором Огр, Тунра, Храм или Василиск, узнаем, когда накопим 50 штучек. Квест на Ярость леса одноразовый, но убивать ведьму можно хоть каждый раз и получать вкусняшки, которые падают дропом. Вторая часть ивента называется Голову с плеч. У нас есть 5 заданий, награду за которые мы получаем аксессуары. В прошлом году эти же аксессуары нам выдавались. В принципе, смотри, у меня есть каждый из них. Вот так они выглядят. Задания простейшие, их показывать не вижу смысла. Третья часть ивента это Пиньята. Каждый день нам начисляют Хэллоуинскую корзину конфет и печенье Хэллоуина. В достижениях здесь же за 2 часа, проведенных в игре. Мы их объединяем и получаем Пиньяту Хэллоуина. Случайным образом мы можем получить блестящий камень разрушения и другие вкусняшки. Список подарков, как видишь, здесь очень щедрый. В прошлом году ивент был такой же, но тогда Хэллоуинские конфеты нам нужно было часть выбить из монстров, с чем-то там скрестить и получить эту корзинку. То есть в этом году ивент упростили. Давай теперь пройдемся по обновлениям. Варвару добавили на 1 скилл притягивания. Все тесты, которые провели вчера, показали, что на ПВП это притягивание не работает. Ждем правок. Либо добавят стяжку для ПВП, либо допишут, что этот эффект работает только в ПВЕ. Также добавили немножечко ПВЕ дамаги для мастера меча, гиганта, ниндзя и страйкеру починили быстрый шаг при перегрузе. У ночного торговца вместо привычных камней по одной штучке, черных камней, теперь продаются только свертки по 5 штучек. Цена, соответственно, Х5. Это удобнее, то есть ты за 50 энергии теперь можешь купить при необходимости не одну точечку, а уже целых 5. Добавлен новый набор бижутерии. Комплект Энта, который можно купить в Кальфионе у Грандеса. Комплект дает, как видишь, сама бижутерия дает у нас ожерелье 4, серьги 2, кольцо 2, пояс Энта 3. Но пояс дает 80 ЛТ, а набор из 5 предметов дает нам 100 ЛТ. Набор из 3 предметов дает снижение всего урона. Такая некая миксованная бижа, которая дает нам меткость, каждый предмет по отдельности, но в комплекте дает снижение урона. Давай сравним ее с теми комплектами, которые у нас уже есть. Это комплект Джаред и комплект Асула. Если сравнивать только по атаке, то комплект Асула дает больше всего атаки. Но комплект Энта дает меткость, что тоже немаловажно. Однако у Энта комплект из 5 предметов дает 100 ЛТ. И если тебе нужен персонаж с максимально разогнанным весом, то лучше всего купить 5 предметов с Энта и выбить пояс Асула. Тогда ты получаешь бонусом 200 ЛТ. Комплект Джаред дает бонусом атаку, что в принципе уступает бонусу по меткости. В принципе вариаций по билду здесь много. Каждый может под себя подобрать то, что ему больше всего нравится. Для меня было важно ЛТ, поэтому я отметила именно такой набор. Но у Асула от 3 предметов бонус в 300 ХП, а от 5 предметов меткость. То есть в принципе у Асула для фарма и для ну такого мидл ПВП самый оптимальный урон. То есть берем комплект Асула. В ассортимент всех торговцев инструментами добавлены новые товары. Это зелененькие латунные инструменты, которые можно использовать с нулевым навыком ремесла. Но при этом у них время сбора 10 секунд и 30 прочности. Это хорошая замена для серых предметов, которые можно было только их купить у НПС. Раньше зеленые предметы крафтились в мастерских, сейчас же проще. Из приятного увеличено количество монстров в локации Пустынный замок. Это монстры, которые находятся над базаром. Вот здесь, справа от кентавров. Нитра проведет свои замеры, эксперименты, но уже предварительно он нашел пару кучек, где эти монстры очень плотно и густо стоят. Возможно это будет хорошим спотом, альтернатива тем же Кахазам. В общем жди замеры, либо приходи на стримы, все это будет там рассмотрено. Также изменили локацию Долина Титума. Это локация под Валенсией. Во-первых, теперь это не пустыня. Но неудивительно, там очень много воды, там пальмы. Почему она считалась пустыней, непонятно. Больше там не ложится дебаф от перегрева или от обморожения ночью. А также повышен шанс упадения ожерелья серап. Помимо того, монстры стали чуть-чуть агрессивнее. То есть легче будет собирать кучки. Добавлена новая броня. Сет Рурка. Который нельзя улучшить. То есть он останется нулевым. Каждый предмет дает немножечко защиты. Комплект из двух предметов дает скорость перемещения. А комплект из четырех дает бонус практически как босс-сет. Это скорость атаки, скорость навыков и максимальная МПФП ДП. То есть такой мини-бонус от мини-босс-сета. Но учитывая, что по заданиям от черной тучки нам выдаются еще другие предметы. А в принципе тот же Грунил 15 сейчас более чем доступен для новичков. Необходимость этого комплекта, который нельзя улучшить, увеличить защиту. Я лично не понимаю для чего он нужен. Если у тебя есть идеи, спускайся в комментарии. Расскажи мне, что ты думаешь по этому поводу. Добавлена серия квестов Дар Черного Духа 2. Награды на которые нам даются бижутерия, шмот и оружие. В конце этой цепочки нам дается баф на 200 ЛТ на целые сутки. Но хочу заметить, что этот баф дается лишь один раз на аккаунт. То есть если ты добрался до этого задания, прибереги его. Используй только в самых вообще вот просто крайних случаях. Потому что больше такого подарка ты не получишь. По самому шмоту шмот также не улучшается. Его можно чуточку апгрейдить до синего цвета. Но в целом шмот дает бонусы достаточно слабенькие. В Валенсии добавлены новые ежедневные задания. Но берутся они не в самой столице, а у управляющих узлами на территории Валенсии. Очень интересно изменили интерфейс. И теперь, сразу открыв сумку, можно не заходя в магазин расширить себе инвентарь. Вот наш плюсик. Так же как и вес. Если вес у тебя уже весь куплен на персонаж, кнопочка купить будет гореть красным. Если же доступна покупка, то синим. И одно из самых глобальных изменений для тех, кто участвует в осадах, кто любит пвп, кто пользуется пристанищами. Полностью переработана система забафа. Теперь пристанища делятся на три типа. Пристанище, которое дает баф на прокачку. Пристанище, которое дает ремесленный баф. И пристанище, которое дает боевой. Вот смотри. Опыт наемника. Дает нам боевой опыт плюс 10. Опыт навыков плюс 10%. И сопротивление эффектам пустыни плюс 40%. Дух векового дерева. Это восстановление энергии плюс 1. Ремесленный опыт 10%. И увеличение очков дружбы плюс 10%. А сила рыцаря это вся атака плюс 10. Вся защита плюс 10. Макс хп 200. Все сопротивления 10%. И игнорирование сопротивлений плюс 5. Для тех, кто бафал на осады 3 пристанища, это облегчит жизнь. Сейчас достаточно будет прибежать только в одной из пристанищ и получить полный забаф. По времени это колоссальная экономия. Боевой баф нам дают теперь только два пристанища. Это пристанище Лохана возле пристанища Кахаза. И пристанище Атосы. Это рядом с Титумом. Если был куплен пропуск в пристанище до профработ, он годен. Но если же нет, то новый теперь стоит 10 миллионов. То есть 10 слитков по миллиону. А сам забаф на ПВП будет стоить 45 слитков по 100 тысяч. То есть 4,5 миллиона. Это я сразу говорю на 3 часа. Забаф на ремесленный опыт этого дух векового дерева будет стоить 900 тысяч на 3 часа. Ну а забаф на опыт стоит 1,5 миллиона. То есть 15 слитков. Система забафа осталась прежней. Единственное, что бафнув одно пристанище, придя во второе, бафы заменятся. То есть они не суммируются. Ну и добавлен сбор рейда. В данный момент этот функционал пока у нас нигде не применить. Потому что алхимия в этом рейде не работает. То есть даже групповая баночка ложится только на того, кто ее кастанул. Больше никому баф не дается. Так же как и бафы от персонажей. Типа баф визарда, сорки, купол, хил. Все это работает так же рандомно, как и работало раньше. То есть на осадах это неприменимо. Это инструмент, который нам ввели для фарма мирового морского босса Вэлла. Об этом боссе я рассказывала в одном из предыдущих видео. В котором рассказывала и о других изменениях, о которых нам обещали разработчики. Приятный бонус, о котором вторую неделю геймнет не упоминают. Это рулетка черного духа. Обычно она доступна только тем, у кого куплен герой. Но сейчас, уже вторую неделю, абсолютно все игроки могут сделать 3 попыточки в день. Не забывай, там очень хорошие подарки выдают. Ну и конечно же обновление игрового магазина. Костюм червоного валета и червоного короля. Достаточно атмосферные костюмы для мужских персонажей. И два костюма для женских. Костюм белой королевы и черной королевы. Оба костюма тоже достаточно красивые. На всех персонажах абсолютно, даже на таймере он выглядит одинаково. Добавлен ворон. Он такой же, как и сокол, но единственная поправка. На стриме вчера сказали, что сокола нельзя скрестить с другой птицей. Насколько это правда, к сожалению, проверить не могу. Если у тебя есть информация, жду твое сообщение в комментариях. Как обычно, атмосферный комплект мебели. В стиле Алисы из-за зеркаля, да? Как тебе? Ну и, конечно же, граммофон Хэллоуинская ночь. Пакман мне его вчера уже подарил. Огромнейшее ему спасибо. Моя коллекция граммофонов пополнена. Кстати, ты можешь прийти ко мне в гости в домике в Хидели. И оценить всю мою коллекцию. Вчера уже на стриме мы заценили мелодию с этой новинки. В целом, обновление достаточно хорошее. Насыщенное, огромное. Но не то, чего мы ждали. Ходят слухи где-то на стримах о том, что следующим обновлением через неделю нам поставят вторую Камасильвию. Ждем, потому что целых три недели они нам ничего толком не давали. А контента ой как хочется. Мы уже все знаем, что есть женская версия Страйкера. Мы все видели уже Вэлла монстра на Корее. Мы слышали и очень ждем Рабаму это пробуждение в первой ветке. Ну и, конечно же, вторая Камасильвия. Хоть какой-то новый контент. Подписывайся на канал, заходи в группу ВКонтакте, ставь палец вверх и делись этим видео с друзьями. Заходи на стримы к Нитричу, заходи на стримы ко мне. Всегда рады будем тебя увидеть. Задавай вопросы, если у тебя остались они. Задавай вопросы, рассказывай о своих приключениях в игре. Ну и, конечно же, до встречи на просторах Black Desert. Пока-пока.